Социальная тревожность Страх оценки со стороны других людей или страх оказаться в неловкой ситуации Переутомление и усталость Мысль о необходимости взаимодействовать с большим количеством людей может казаться утомительной, если накануне вы потратили много сил Эмоциональное состояние Наше текущее эмоциональное состояние сильно влияет на желание находиться в окружении других людей Стресс или легкая тревожность может усилиться перед мероприятием Страх неизвестности Если вы не знаете многих гостей или вам не знакомо место проведения мероприятия, это может вызывать тревожные мысли Помните, если вы испытываете чувство тревоги перед мероприятием, это нормально Важно научиться справляться со своими страхами и все-таки преодолевать себя Как убрать нежелание ходить на дни рождения, праздники, мероприятия? С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии, наши мысли напрямую влияют на наши эмоции и поведение Мы часто склонны преувеличивать негативные аспекты ситуации и преуменьшать возможность справиться с ними Что же можно сделать, если вам очень не хочется и даже тревожно идти на мероприятие, но вам необходимо это сделать? Попробуйте записать, какие именно мысли вызывают у вас нежелание идти на праздник Проверьте реалистичность этих мыслей, насколько вероятно, что ваши опасения сбудутся Подумайте, какие неприятные моменты могут быть на этом празднике И установите границы, можете ли вы пойти на праздник на короткое время Помните, вы всегда имеете право сказать «нет» Но преодолевая трудности и справляясь со страхом и тревожностью, мы можем получить положительный опыт Слушайте себя, но не позволяйте страхам и социальной тревожности ограничивать вашу жизнь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!